Пока! Хвостомах! Тебя не берут, там сейчас полный магазин людей. Выглядывает. Ну, пусть у тебя хорита. Иди! Ждать! Ждать сейчас приду! Может быть. Кроха сын к отцу пришел. И спросила Кроха, что такое хорошо? И что такое плохо? И вот, если твой ум наблюдаем, то ты сразу же видишь, откуда этот вопрос. Кто это спрашивает? Кто это разделяет? Конечно же, ум на хорошо и плохо. И ему интересно разделить, чтобы властвовать над тобой. Безграничным, бесконечным, вечным. Потому что только уму интересно. что же потом? А что же дальше? Вот ты... Ну вот просветление пришло к тебе. Ты пробудился или осознался. А что потом? А что потом? Кто это спрашивает? Твой ум. И если ты его не наблюдаешь, то ты не просветлился, не пробудился и не осознался. Потому что если ты пробудился, осознался и так далее, твой ум затихает, как туман, когда выходит солнце, весь оседает, весь уходит, становится все прозрачно, весь мир меняется, потому что изменился ты. Вот я сейчас сижу на балконе. Привет, мужички! Опять в тапочках! Забыла! Значит, это не так важно и основательно для меня, как что-то другое. И не забыть. Тапочки пофиг. Так, сижу на балконе и думаю, вот я тварь дрожащая или право имею? Кто это спрашивает? Кто это разделяет? Я есть то. Я и то, и это. Я все, и ничего. И свет, и тьма. И холодное, и горячее, мокрое, и сухое, и веселое, и грустное, и так далее. Потому что сейчас ты моешь ручки, ты сам вот этот... Привет! Ощущение вот этой воды, вот этого шума и так далее. Сейчас ты уже, не знаю, там пошел танцовешь под музыку аллегрова или еще что-нибудь. А ты уже танцор, а сейчас ты пошел, я не знаю, там, убираешь свою кровать или вот с малым разговариваешь, ты уже говорение, а сейчас ты вот на небушко посмотрел и ты уже, это небо, ты уже, это красота, это розовость, этот ветер, эти фонари прекрасные, ты уже там, твое внимание уже там. как можно тебя ограничить и сказать, что ты тварь дрожащая, например. если вот ты сейчас боялся, а сейчас уже радуешься и веселишься, а вот сейчас уже, я не знаю, там кушаешь, а сейчас уснул, а сейчас идешь, ты уже ходок, а сейчас, я не знаю, поешь, ты уже певец, а вот смеешься, ты уже само настроение. И вот я сижу на балконе, и на меня, знаете, так как инсайт, это как его излился, не знаю, если есть такое слово, я в одну, в одно мгновение, или как это даже сказать, не знаю, без ощущения времени увидела и осознала, как мой ум меня загоняет. Вот правда, мои любимые. Насколько я его наблюдаю, настолько же я его вообще не успеваю даже наблюдать, не то, что там контролировать, обрезать, замолкать, там еще что-то. Вот. Уму всегда надо прилепить тебя к личности, вставить тебя вот в эти рамочки, чтобы ты был вот этим, чтобы ум понимал, кто ты, ну, в его понимании, вот в этом обрезанном. Потому что, если ты просто, то ум не понимает, не может тебя даже, не то, что контролировать, он не может даже тебя идентифицировать, понимаете? Для него тебя просто не существует, потому что ум способен контролировать тебя, если ты находишься в рамках его, этого же ума. То есть, ты выполняешь все по правилам этого ума, по его там каким-то канонам, по его запросам, по его контролю и так далее, и так далее. Вот для ума положено, чтобы ты ходил вот так вот, ровненько по дорожке, и ты идешь. А когда ты начинаешь куда-то выбиваться, что-то там через свою свободу, не ума, а своей вечной, божественной, бесконечной природы сотворять, совершать, твой ум просто начинает триггерить, выбрасывать тебя, скидывать тебе всякую хрень там, вот сейчас люди скажут, что ты ненормальный, скидывать тебя вот в этот страх, туда, или сюда, или сюда, и манипулировать тобой любыми путями, понимаете, он начинает бить тебя ниже пояса, закидывать тебя в такие лабиринты страха, что ты не способен даже осознать, где ты, кто ты, и шо ты, игра идет. Вот, и он не дает тебе находиться вот в этом моменте, вот прямо сейчас, ему все время как личности интересно, а что потом, а что дальше, все время подкидывает тебе вот так, изощренно, и не знаю как, подкидывает тебе всякие фишки, что ты обязан быть полезным, там, я не знаю, для общества, для кого, для людей, для людей, для животных, для планеты, для миростания, для всех существ, живущих во всех мирах, но ангел мой, разве это умоляет то, что ты по праву своего рождения уже полезен только тем, что ты есть, это уже сверх дар, это уже сверх данность тебе, неужели ты должен, как, я не знаю, там, уш на сковородке кувыркаться, чтобы кому-то доказать, что ты право имеешь, чтобы кому-то показать, что ты есть, неужели ты должен до кого-то достучаться, докричаться, если ты работаешь в доме престарелых и моешь там пожилых людей, убираешь за ними, водишь их на улицу, кормишь и так далее, подмываешь и купаешь, переодеваешь и так далее, ты приносишь пользу обществу, но если ты просто есть, вдыхаешь и вдыхаешь любовь, неужели ты меньше приносишь обществу пользы своими вибрациями, вибрациями любви, своими вибрациями добра, своими вибрациями божественными, своим светом, который проходит вот через все твое существо и изливается на все мироздание, на все миры, неужели ты чуть меньше, чем вот тот, который там подмывает дедушек и бабушек, если ты гребешь снег и рубишь дрова, носишь воду и там растишь детей, неужели значимость твоего ума увеличивается до бесконечности, а если ты бесплоден и там, я не знаю, не с таким костюмчиком вот этим вот, который тебе дам божественно, чем вот тому у Феди или вот той Маше. Ты хуже? Чуть хуже или чуть худее или давнее? Это же все только концепции вашего ума, только он загоняет вас в ограничение. Вот у Феди и у Феклы восемь детей, а я даже одного не родила, а вот у этого какой дом, а я всю жизнь снимаю, а вот у этого, кто это все разделяет на вот этого того, только твой ум, который выгоняет тебя из твоего принятия, вот этого момента, который тебе дам божественно. Каждый твой вдох благословляет Бог. Если он не благословил, ты не вдохнешь или вдохнешь и не сможешь выдохнуть, потому что все, каждый миг, каждый момент, без времени, вот это пространство между вдохом и выдохом дается тебе божественно. Если Богом дано тебе благословение делать вот так, и ты не ведаешь, что творишь, ты не можешь делать что-то плохо, потому что ты его проявление здесь. Разве Бог может что-то делать плохо? Да, может, только для нашего ума, потому что наш ум видит очень ограниченно, он видит вот это, ой, смотрите, там пришли солдаты и всю деревню забрали молодых пацанов на войну, а вот этот упал с лошади и сломал ногу, а его не забрали, бедный парень, и он во всей деревне один остался жив, и так далее, потом нога зажила, и он живет здравствует, наш ум видит вот до носа, дальше не видит, такая функция, такая программа, понимаете, мы не можем видеть, почему вот так, а потом из этого проистекает следующее, а потом еще, а потом это бесконечно, безгранично, как наше с вами сознание, нет момента, когда вы вот досюда доучились, а дальше ой, все, у меня башка треснет, нет, нет пределов вашего познания себя, нет ограничений в любви, единственное, что вас может триггерить, только ваш ум, который не видит ни божественного плана, ни всего абсолютно, а видит только вот от сель до сель, только в разделении, только в ожидании, только в ограничении, только в контроле, ты, 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 сердце моё, ладонь, ты ладонь, ладонь положишь, а я девушке сказала, там, ну, как я чувствую, вижу ещё что-то, она говорит, да, хочу, я говорю, но это тоже может быть только этот самый, такая вот игра твоего же ума, который хочет, говорю, я не надо ходить, солнышко, просто наблюдай, вот ты переживаешь, сразу же спроси себя, кто переживает, и всё, и твой ум сразу осознает, что он, наблюдаем, что он вот тут у тебя на ладошке, что ты его видишь, и он осознает, что ты, его босс, а не он твой, который идёт с вот этой вот морковкой вечной, за которой ты бегаешь, вот я тут накручиваю эти круги, я не помню, что сказала Юлька, я шла за печеньком, захотела печенька с чаем, я чай не пила, наверное, месяца три, может больше, захотела с чая, просто с печеньком, где я нахожусь, где я, а вот он уже, вот же ж они, осенненькие закончились, а там дальше нету, ну что дальше, вот такой пытливый ум, что же дальше, или как вот эти мамашки вечные, которые говорят, там ребёнок куда-то, о, пошёл, пошёл дальше, дальше, а она ему говорит, там ничего нет, там ничего нет, куда ты идёшь, это для твоего ума ничего нет, а для него, для этого малого, который ещё свободен от твоих программ, для него там весь мир, для него там целая вселенная, ой, сколько у вас люди, развелось, конфетки, не хочу, а что хочу ещё, не знаю, я съела этот сэндвич сегодня, с харитой пополам, я и всё там, это курицу выбирала, и кидала, и как-то, такая объезженная, что прям не знаю, а масло, кстати, так и не купила, а оно мне так надо, а теперь, кстати, куплю, только с вами гляну число, на срок годности 12 месяцев, 23 сентября, не знаю, видно у вас нет, вот, а ещё у меня закончился сахар, хотя сахар, это белая смерть, какая хорошенькая, с папочкой, мышечка, ну что делать, беру, опять я без этого, как его называют, мне надо соль, потому что, как я вам говорила, я ею чищу, и унитаз, и всё, у меня никогда нет никаких налётов, чего-то, и возьму сахар, и возьму сахар, и сахар, и соль, вот, что хорошо, а что плохо, крох от сын, к отцу пришёл, есть ли, я не знаю,